Здравствуйте! У меня опять на столе сало. А как же без сала? Идут холода, наступает зима, а зимой без сала очень и очень плохо. Вот, допустим, для моего оператора достаточно скушать маленький кусочек сала, и он уже сыт. Ну, для кого-то, конечно, нужно скушать полкилограмма, ну, полкилограмма. Не каждый одолеет такой кусок сала. Смотрите, это сало очень хорошее, оно с прожилками, мясными прожилками. И я сегодня буду его мариновать. Мариновать я буду его в солевом растворе. Но солевой раствор нужно издавать насыщенный. А как его сделать? Если, допустим, я не знаю, скурила литр воды, и сколько мне нужно соли, чтобы был такой насыщенный солевой раствор. Значит, я, что я беру в воду литр воды и насыпаю соль. Так вот, когда я возьму на литр воды стакан соли, получается насыщенный раствор. Итак, я беру яйцо, опускаю его в чистую воду, сырое яйцо, и, конечно, сырое яйцо в чистой воде тонет. И вот я развела соль с водой, и беру тоже яйцо, и когда насыщенный солевой раствор, яйцо должно плавать, видите, яйцо плавает, соли достаточно, значит, это хороший раствор для того, чтобы сделать рассол для данного кусочка сала. Здесь у меня 800 грамм. Купил это сало, конечно, мой оператор, это он умеет выбирать такой красивый сало. Суду я выливаю в кастрюлю, вода закипела, я добавляю лавровый листик, чайную ложечку добавляю горького перчика черненького, душистый перчик, можно еще добавить одно-два зерночка, специи по вкусу. И выкладываю сало вот в этот кипящий раствор. Теперь, значит, я его буду варить ровно 5 минут. Рассол должен, вода должна покрыть полностью сало, ровно 5 минут. Через 5 минут я выключаю, снимаю кастрюлю с плиты, и сало будет стоять в этом растворе до полного остывания. То есть, это соленый, на литр воды стакан соли. Перцы добавляйте по своему вкусу. Все, что вы хотите, то и добавляйте. И лук можно добавить, и кориандр, и все, что вы хотите. Ну, обязательно, вот я добавляю лавровый лист, перчик. Значит, 5 минут, все, я снимаю и забираю с плиты. Что я делаю дальше с салом? Значит, когда сало прокипело, ровно 5 минут, я его держала в этом рассоле до тех пор, покуда рассол не остыл. И сейчас сало уже холодное. Значит, что можно сделать? Можно, если много этого сала, допустим, 2-3 килограмма, можно закатать. Закатать как? Чистые банки, чистые крышки. Сало нарезается кусочком, складывается в банки, заливается горячим рассолом, и закрывается крышка, и так это сало может стоять долго и нудно, а в холодильнике вообще где-то можно так всю зиму хранить. Но я так не делаю. Во-первых, здесь у меня мало сала, нет никакого смысла. Можно еще дольше подержать в рассоле. Тоже, в принципе, сало уже хорошо просолилось. Вот, ну, вы же знаете, сало больше соли не возьмёт. Поэтому я достаю его из рассола. Сейчас нарежу на такие порционные кусочки. Часть положу в морозильную камеру, а часть просто поставлю в холодильник, и так будем потихонечку кушать. Что я еще добавлю? Когда вот оно уже холодненькое, остывшее сало, я добавлю еще чеснок обязательно. Вот так я его, это сало готовлю. Можно, допустим, еще подержать 2-3 дня в рассоле, еще положить сверху груз. Но я опять-таки тоже это не делаю, потому что смысла никакого такого особенного нет. И так, и так сало будет очень-очень вкусное. Спасибо, что вы смотрели. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. До встречи новой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok